Энергоблокадия Крыма Вы являетесь членом межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. У нас эта же ситуация меняется постоянно, ежеминутно. У вас, наверняка, какая-то оперативная информация есть в части работы вашего предприятия. Что у нас нового? Ну, в принципе, как нового что? У нас нового ничего нет. Все пока по-прежнему. Проблема с электроэнергетикой. Была проблема с жиженого газа. Сейчас проблема с жиженого газа практически снята. Почему говорю практически? Потому что жиженый газ мы сейчас обеспечиваем по заявкам муниципальных образований. И на сегодняшний день уже развезли свыше 114 тонн. Я хочу сказать, что 114 тонн, это в полтора раза мы за сутки или за период этот увеличили объем потребляемого газа жиженного населением. Ну, я здесь думаю о том, что вот был выезд на один адрес, не буду называть район, значит, жалоба поступила, что нет жиженного газа. Мы приехали на место, разобрались, посмотрели, а в сарайчике у этого хозяина, домовитого, у него там стоят 4 заполненных газовых баллона. И он еще жалуется, что у него газа не хватает. Поэтому я хочу всех попросить абонентов, жителей Крыма, паники не создавать, запас жиженный газ не закладывать, во-первых, потому что это небезопасно. И во-вторых, газа хватит 7, на подходе еще мы заказали 339 тонны, то есть это газа должно хватить и на ноябрь, и на декабрь месяц. И дополнительно уже сделали заявку и проплатили еще на 500 тонн, поэтому жиженным газом будем обеспечены. В первую очередь мы обеспечиваем жиженным газом по заявкам муниципальных образований. Почему по заявкам? Потому что с учетом сложившейся ситуации, в первую очередь страдают социально незащищенные слои населения, пенсионеры, инвалиды и так далее. И у меня была просьба, и в принципе практически все руководители глав администрации городов с пониманием к этому отнеслись, и газ мы развозим по заявкам наших глав городов и районов именно для этой категории. Потому что жиженного газа сейчас на полуострове в достаточном количестве, и я так думаю, что те люди, которые имеют возможность купить жиженный газ не у нас, они имеют возможность купить этот жиженный газ и в Альянсе, и в автогазкомплекте предприятиях. Единственное, что там, конечно, будет, он чуть дороже. У нас балансовый газ для населения стоит 650 рублей за один баллон. С 1 декабря планировалось повышение, но мы своим приказом продлили срок действия цены жиженного газа до окончания, будем говорить, отопительного сезона. То есть до марта месяца мы цену на баллон газа поднимать не будем, исходя из сложившейся ситуации. На сегодняшний день я еще раз хочу сказать, что если суточная потребность составляет у нас 13 тонн, то мы развозим... Это всего Крыма? Да, всего Крыма суточная потребность по заявкам составляет 13 тонн. За этот период, с 26 по сегодняшний день, мы развезли 114 тонн при заявленном 78. Поэтому еще раз, вот за 6 дней необходимо было развести 78 тонн, мы развезли 114. Поэтому еще раз прошу, ажиотаж вокруг жиженного газа не делать, газа достаточно, развезем всем. Единственное, что, конечно, это по времени. Понятно, что хочется всем и сразу, но с учетом сложившейся ситуации и обстановки, конечно, люди работают практически круглосуточно, вот, и выполняем заявки, выполняем. Поэтому еще раз хочу всех успокоить и еще всех попросить, значит, не покупать или не приобретать жиженный газ в какой-то запас. Еще хочу сказать, в связи с тем, что, особенно южные города, там, где есть многоквартирные дома, там, где есть дома, которые пользуются электроплитами многоэтажные, многоквартирные, начинают приобретать, и есть такие факты по Ялте, есть такие факты по Симферополю, приобретать баллоны для того, чтобы пользоваться жиженным газом в многоэтажках. Вчера было принято решение на штабе о том, чтобы баллоны реализовать только по техническим паспортам, по зарегистрированным, нам дано указание Крымского республиканского отделения госнадзора охраны труда. И понятно, что баллоны должны быть исправны, но это здесь мы за этим следим. Вот, поэтому баллон газа, его нельзя поднимать выше второго этажа. Поэтому те люди, которые пытаются баллоны приобретать для того, чтобы обогревать свои квартиры на пятом, седьмом, девятом этажах, вы рискуете сами и подвергаете опасности окружающих своих соседей. Потому что газовым баллоном или жиженным газом использовать в многоэтажных домах, оно чревато последствиями. Поэтому еще раз ко всем обращаюсь, понимаю, что чрезвычайная ситуация, но не доводите до абсурда, и чтобы у нас не была другая чрезвычайная ситуация, которая происходила в Днепропетровске, которая происходила и в Евпатории. Чтобы мы, не дай бог, до этого тоже не довели. Что касается жижного газа, значит, у меня, в принципе, вся информация. Скажите, пожалуйста, ну вот понятно, что в том числе газоперерабатывающие станции, схемы, кормогассети, они тоже во многом зависят от электрики, от той энергии, которой Крым во многом лишен, проблемы безопасности вашего предприятия. Ну и в том числе связана с ней проблема, так сказать, эксплуатации газовых сетей в Крыму. Она сейчас насколько контролируется и насколько эту проблему можно, условно, считать лишенной? Что касается сетевого газа или что касается газотранспортной системы, относящейся к Крымгосетям, я хочу сказать, что она работает в штатном режиме. Давление газа во всех городах и районах стабильное, рабочее, нормальное. Даже несмотря на то, что уже стали подключаться тепловырабатывающие предприятия, то есть заявленный объем газа нам Черноморнефтегаз подтверждает, как для населения, так и для тепловырабатывающих предприятий, и для промышленных предприятий, которые работают на полуострове. Хочу сказать, что в Министерстве топлива и энергетики разработан план перевода на альтернативные виды топлива, на, будем говорить, резервные виды топлива предприятий. И в случае, если резкого похолодания и резкого снижения давления газа в системе, то Министерство топлива через диспетчерские Черноморнефтегаза и Крымгосети, оно будет включать этот план в действие и будет ограничение. Ограничения газа для населения и тепловырабатывающих предприятий не будет. Единственное, что будет возможность, если действительно такая ситуация будет продолжаться дальше, то, конечно, детские садики, школы, они работать не будут. Будем поддерживать, чтобы дома было тепло, и чтобы абоненты наши пользовались природным газом для приготовления пищи и выработки тепла. То есть в настоящее время опасений каких-либо о том, что у нас будут проблемы с природным газом, нет. Все наши управления Крымгосетей работают в режиме чрезвычайной ситуации. По большому счету режим для нас он всегда существовал, и когда режим чрезвычайной ситуации не вводится, потому что у нас есть аварийно-диспетчерские службы, где информация концентрируется, потом анализируется, и вырабатывается решение по ликвидации либо аварийных ситуаций, либо решение каких-то вопросов, связанных с давлением газа или с какими-то работами на инженерных сетях, на наших газовых сетях в сооружениях. Здесь, будем говорить, стабильно, рабочее состояние. Наш коллектив понимает всю трудность, поэтому работаем и днем, и ночью, круглые сутки, кто в штабе, кто на местах. То есть на местах руководители тоже входят в составы штабов муниципальных образований, тоже всей информацией владеют. По крайней мере, на сегодняшний момент я хочу сказать, что наше предприятие работает стабильно, управляемо, и никаких предпосылок для того, чтобы у кого-то возникали сомнения, что природного газа не будет, пока нет. Сергей Иванович, и все-таки, ну, главная цель работы Крымгазсетей, это потребитель. Самая главная цель, это бесперебойная и безаварийная подача природного газа населению. Вот вы говорите о том, что газ населению вы подаете по заявкам. Это жиженный газ. Жиженный газ, да. По заявкам муниципальным. Все ли эти заявки, на ваш взгляд, и по вашим внутренним каким-то ощущениям, они адекватны той статистике, которая реально в Крыму сейчас вот как бы потребность потребителя в газе выражает? Я хочу сказать, что заявки, они превышают те данные, которые у нас есть по количеству абонентов жиженного газа по Крыму. Поэтому, ну, это будем говорить уже вторая сторона медали. Для нас главное, чтобы баллон был технически исправный и для использования, и безопасен. И второе, наличие жиженного газа. Поэтому, еще раз говорю, автомобили АЦЖГ, они у нас работают круглосуточно. Клетки у нас работают, автоклетки, которые для перевозки жиженного газа, они работают в дневное время суток, потому что газ, мы понимаем, что это небезопасно, и в ночное время передвижение ограничено для таких видов автомобилей. Единственное, здесь, конечно, хочу сказать, что самый младший или самый молодой у нас автомобиль, это 77-го года. То есть, это Зилы 130-е, это ГАЗ 52-е, те, которые машины, наверное, уже и забыли, как они выглядят. Ну, у нас, к счастью, такие машины есть, и люди работают. Привлекаем дополнительные автомобили, но, конечно, их необходимо в безопасном варианте. Там специально делайте ремни, чтобы баллоны друг от друга не стучались, не рассыпались по дороге и так далее. То есть, ну, еще раз говорю, что все наши специалисты работают для того, чтобы газ людям подавался бесперебойно и без аварийно. Что касается тех плательщиков, которые были на последнее время на не очень хорошем счету у Крымга в сети, я имею в виду злостных неплательщиков, вот по отношению к ним, к ним репрессивные меры вот в условиях чрезвычайной ситуации принимаются или пока сейчас все равны? На период чрезвычайной ситуации мы их прощаем, но имейте в виду, что все равно платить нужно будет по всем долгам. Поэтому, как только закончится режим чрезвычайной ситуации и мы выйдем в стабильный режим работы, когда уже все будет налажено, мы о них обязательно вспомним. Поэтому пусть они не забывают о том, что они должны и пусть, значит, будем говорить, концентрируют свои средства для того, чтобы современно рассчитаться. Потому что после режима чрезвычайной ситуации мы проведем все необходимые подведения итогов и каждый потом получит по заслугам, в том числе и те абоненты, которые в этот период пытаются хитрить и не платить за природный газ. Что касается тарифной сетки, у нас плата за газ не поменяется в условиях чрезвычайной ситуации? Тарифная сетка не меняется, то есть все эти тарифы, которые есть, никто их повышать не будет и не собирались даже и повышать до введения режима чрезвычайной ситуации. По жиженому газу я сказал, 650 рублей, с 1 декабря мы утвердили тариф 700 рублей, но этот тариф повышаться не будет до окончания отопительного сезона. То есть до марта месяца 650 рублей будет стоить баллон жиженного газа. Спасибо большое, Сергей Иванович, за Ваш компетентный комментарий, удачи в работе. Спасибо большое всем нам выдержать этот момент. В 90-е годы было то же самое, нас там ограничивали и не помогали. А сейчас помогает вся Россия и работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. И все это находится под личным контролем Сергея Валерьевича Аксенова и Владимира Андреевича Константинова. Поэтому выдержали в 90-е и выдержим и в это время. Спасибо за жизнеутверждающее настроение. Спасибо. Ну а мы не прощаемся с Вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин